Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня практически мое великое возвращение после, наверное, недельной паузы прямых эфиров. И сегодня мы будем с вами говорить на классные темы, снова возвращаться, снова активно работать в эфирах, потому что я считаю, что мои эфиры все-таки рабочие. Если вы заставите, договоритесь со своим мозгом работать в это время, а не просто сидеть, поглощать информацию как бы между делом, то, поверьте, ваша жизнь будет меняться к лучшему и будет делать это достаточно динамично. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать хорошо, если сильно плохо. А именно мы обсудим с вами историю того, как все-таки перестроить свою жизнь, перестроить ее, знаете, это вот как похоже на то, что ты катишься с обрыва. Вот лед, обрыв, и ты все время лезешь вниз, и ты вроде как чуть-чуть пытаешься, значит, хвататься, но тем не менее ты понимаешь очень четко, что ты находишься на склоне, склон скользкий, и ты ничего не можешь поделать. Вот буквально недавно у меня была такая история с моим автомобилем, когда я припарковалась, как крутая владельца джипа, решила, что сугробы мне не помеха, и я так припарковалась с машиной на склоне, что не могла выехать, потому что как только нажимала на газ, моя машина просто катилась на машину другую, и мне пришлось ждать, пока водитель уедет, потому что я ничего не могла поделать. Так вот сегодня я хочу с вами разобрать, что делать, когда в жизни вот так, когда вроде бы говорят, вот вы меня слушаете и думаете, да, действительно, нужно менять свое мышление, нужно, значит, там богатеть и так далее, но тем не менее, сегодня в личной жизни жопа, например, развод, не те отношения, отношения, которые тебя, которые выгорают, при которых ты выгораешь, или отношения, которые ты никак не можешь построить, а ходишь по такому замкнутому кругу, да, когда день сурка, что называется, каждый раз одно и то же, грабля, которая бьет по голове, или когда есть, не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем, когда ты думаешь только об этом, думаешь о том, что эта болезнь тебя разъедает, и твоя главная задача выздороветь, и ты не знаешь, как это сделать, либо история с деньгами, конечно же, для меня, например, эта история близкая более всего, там, за последние, там, 15-20 лет, тема денег была для меня наиболее актуальной, потому что именно в этой теме, к счастью, я считаю, что к счастью, в здоровье мне не очень это нравится, к счастью, в теме денег я просаживалась, и достаточно сложно понять, что тебе делать, когда ты висишь, скажем так, вниз головой к обрыву, да, очень сильно непонятно, что с этим делать, потому что ты не можешь развязаться и пойти, и начать думать позитивно, и думать, ну, как бы, в смысле думать позитивно, в общем, мы сегодня будем с вами с этим разбираться, я надеюсь, что тему я вам маломальски объяснила, у меня большие несколько просьб к вам есть, первое, реагировать на то, что я говорю, потому что для меня важно, я же человек выступающий, и вы сидите в эфире, те, кто смотрят не в записи, и для меня важен фидбэк, второй момент, для меня важно, чтобы вы не писали каких-то дурацких вопросов и не реагировали на таких людей, если вдруг будут они в чате, я их буду просто блокировать, они редко очень бывают, но тем не менее, потому что меня это отвлекает, я хочу, чтобы вы понимали и уважали мой труд в данный момент, в том числе, не столько труд, сколько, в общем-то, мое время, которое я вам уделяю, мне искренне хочется вам помочь, поэтому для меня фидбэк ваш очень важен, и, конечно же, в самом начале я хочу сказать, что если вам зайдет эфир, особенно те, кто будет смотреть в записи, не поленитесь, пожалуйста, в конце оставить какой-то комментарий, для меня это сродни тому, что вы в конце подошли, подарили мне цветы или обняли меня и сфотографировались со мной, я знаю, что я не зря инвестирую час своего времени и еще какую-то небольшую подготовку делаю для того, чтобы структурировать информацию, которую я хочу вам дать, для меня это очень приятно и важно. Вот, собственно, о чем мы поговорим, спасибо огромное, я рада, очень много людей писали мне в течение этой недели по поводу того, куда, когда, скорее возвращаетесь в прямой эфир, и для меня очень это приятно, потому что я понимаю, что эти эфиры важны, нужны, вы их смотрите, они вам помогают, и это прекрасно, для меня это очень-очень важно. Итак, почему я вообще решила взять эту тему? Тему даете мне вы всегда, и недавно одна девушка задала мне вопрос вот в этом чудесном окошечке для вопросов, она сказала о том, что каким образом мне сейчас перестроиться, начать, как она уже слушая меня и зная, начать излучать позитивные вибрации, если сейчас у меня в жизни задница, простите, как это сделать? Ну, это как сидишь с разбитым коленком, ты хочешь плакать, но типа надо посмеяться, да, выглядит со стороны приблизительно вот таким образом. Давайте мы с вами начнем правильно, будем учиться правильно мыслить. Я хочу начать с нескольких примеров, с нескольких примеров для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь и каким образом вы можете это к себе приложить. Итак, мы все практические люди, вот с которыми я общаюсь, разговариваю, все уверены в том, что они мыслят очень позитивно, в том, что они настроились на, ну, давайте я буду говорить не они, а вы, да, вы, как бы, кому-то это будет подходить, кому-то нет, но нам так будет проще, а то мы говорим о ком-то в третьем лице, как будто бы нет у нас с вами. Итак, если я вас спрошу, мыслите ли вы позитивно, хотите ли вы, желаете ли вы себе богатства, вы, конечно, скажете, да, скажете, Оль, я что, типа, странная, не желать себе или странный, не желать себе богатства, изобилия, я всего хочу, но, но, всегда есть но, да, из серии того, я хочу открыть бизнес, но у меня нет денег, я бы хотел, конечно, классную машину, но мне не за что платить, или, но, у меня растет ребенок, ему нужны деньги, у нас всегда есть эти но, но, тем не менее, все уверены, что думают и желают себе только хорошего. Все так считают, но давайте с вами разберемся на разных сферах, как обстоят в разных сферах, как обстоят дела и как это работает, потому что для того, чтобы мы с вами могли понять, каким образом нам изменить свою внутреннюю вибрацию и перейти с момента обрыва в момент подъема, вот давайте представим, что у нас есть две дороги, одна дорога, она со скользким льдом идет вниз, а вторая такая тропа, знаете, с красной дорожкой. Все считаем, что мы хотим на красную дорожку, но по каким-то своим причинам находимся в этом обрыве, то есть с каждым человеком, которым общаешься, каждый рассказывает про обрыв, но я сейчас заболел, но у меня сейчас курсы, но у меня сейчас мне что-то нужно сделать, но у меня сейчас проблемы в личной жизни, но вот у нас есть две дороги. И мы сегодня с вами разбираемся, как вот на эту красную дорожку перебраться, на которую мы хотим. Когда я начинаю общаться с людьми, с разными, как я уже говорила, все считают, что они где-то около красной дорожки, то есть что красная дорожка в их жизни присутствует, они все ее хотят, они все это понимают, но случайно, сейчас, именно в этот период времени, почему-то с ними что-то произошло, они оказались на этом льду. Так вот, смотрите, когда мы с вами приходим, например, к доктору и говорим, доктор, я хочу там вылечиться, у меня болит живот. Помните, что говорит доктор? Вот таблетка, и она вам поможет сейчас. Сейчас она снимет боль, но для того, чтобы мы могли понять и избежать боли в дальнейшем, нам нужно разобраться с причинами этой боли. В жизни точно так же вы должны осознать, что перед тем, как решать любую проблему, нету денег, не строится личная жизнь, болею стерто-стерто, почему это произошло. Важно понять причину. Давайте теперь на этом фоне поразбираем разные ситуации, чтобы вам было более понятно. Итак, личная жизнь. Я не знаю, как вы, я выросла под разговоры мамы и маминых подруг. Одно из моих любимых, вообще одним из любимых занятий было висеть на ушах, значит, когда приходили мамины подружки или когда мы ходили в гости. Почему? Потому что они что-то наливали, у меня пепси-колу в бокале, кто не знает, пепси-черри. Они что-то наливали, чай, кофе, вино, у каждого было свое, и начинали обсуждать мужчин. Тех, которые у них были, те, которые у них есть, и те, которые у них могли бы быть. И, как правило, все разговоры касались чего? О чем говорят женщины? Первое, это жалуются. Жалуются, пьет, бьет, недостаточно зарабатывает, не платит алименты ребенку, очень многие были разведены, что-то делает не так, недостаточно хорош. Мы обсуждаем, я сейчас скажу за женщин, обсуждаем постоянно негативные стороны. Я никогда не слышала, чтобы женщины сели и начали хвастаться своими мужьями или мужчинами и говорить, мой обалденный, вообще такой классный, так ко мне относятся девочки, я, когда рядом с ним нахожусь, просто, если я чувствую самый волшебный, он так за мной ухаживает, он так старается, я таких разговоров практически не слышала. И если слышала, то это было чаще всего, когда за столом присутствовал этот человек, и за него поднимали тост. Во всем остальном я всегда слышала, что мужчины, в частности, с ними что-то не так, в отношениях что-то не так. И я вообще росла, честно вам скажу, много лет с убеждением того, что, скорее всего, я буду в разводе, потому что невозможно прожить с одним мужчиной. Мне нужно зарабатывать столько, чтобы я могла обеспечить мужчину, своего ребенка, потому что мужчины не будут платить алиментов. То есть, исходя из этих разговоров, складывались мои убеждения. Вообще, то, о чем мы думаем фундаментально, то есть, когда мы говорим, я считаю, или мое мнение, это, по сути, звучит равно мое убеждение. Вот помните, когда люди говорят, я считаю, что надо так, а кто-то, я считаю, что надо так. А почему? А потому что я был в прошлый раз, и было вот так, а я был в прошлый раз, и было по-другому. Это наш опыт, который формируется нашими какими-то восприятиями информации, нашим личным опытом, чем-то увиденным, услышанным. Мы формируем опыт, исходя из разных каких-то ситуаций и из разных источников. И это становится нашими убеждениями, когда мы знаем, например, что мужчины почему-то козлы или не козлы, что, например, много денег нельзя заработать, что в государстве сейчас у всех жопа, и поэтому ты не разбогатеешь. Неважно. Вот это наши убеждения. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что чем мы называем. И когда идут разговоры о личной жизни, то в 99% случаев, даже от учеников, которые ко мне приходят, я слышу, когда мы доходим, например, до главы об отношениях, что я не могу описать своего партнера, потому что я не верю, что такое бывает. Или получается, что когда я описываю своего идеального партнера, это полностью не тот человек, который находится рядом со мной, потому что он в корне другой. А бывают ли другие люди? То есть мы привыкли говорить и думать о своих партнерах негативно. И мы с удовольствием этим делимся. И чем мы это называем? Давайте. Чем мы называем, когда мы разговариваем о своих партнерах, о своей жизни, с друзьями? Мы понимаем, что мы говорим о них не очень хорошо, мы понимаем, что мы обсуждаем проблемы своих отношений, но мы называем это чем? Варианты и ответы в студию, пожалуйста. Сердечками мы это называем, хорошо. Чем мы это называем? Когда мы обсуждаем свою жизнь с друзьями вот такую, как она есть. Сплетни нет, нет, нет. Убеждения нет, мы не говорим, это мои убеждения, мы не говорим так. Жалобы нет, это ми хрест, отличный вариант, нытье нет. Проблемы, чем мы это называем? Еще раз. Мы разговариваем, например, мы вот разговариваем с Викой. И я говорю, Вика, ну ты понимаешь, что ты говоришь о своем партнере фигово, ну как бы ты о нем так думаешь, он уже так. Ты понимаешь, что вот это не очень хорошо, а ты говоришь, конечно, я это понимаю, но это ведь абсус карма, жалобы. Моя жизнь, а как мы еще мою жизнь называем? Давайте ближе, Катя, это ближе. Судьба такая, дружеский разговор, как мы это называем? Визуализация? Нет. Поговорить по душам? Нет. Мы называем саму эту ситуацию? Нет. Слоненок, негатив, мой крест? Нет. Норма? Вот как мы называем? Норма, правда, хорошо. Вот близко. Моя жизнь? Одним словом. Правда, вино пьешь? Нет, не пью. Перемываем кости, правда, давайте я назову это слово. Спасибо большое, на последней минуте вы выигрываете приз. Да, киллокайл, мы называем это реальность. Мы говорим, ну конечно, но это же реальность. Когда мы говорим о том, что нужно больше зарабатывать денег, нельзя говорить о деньгах плохо. Вы говорите, ну конечно нужно, ну а как мне сказать, это же реальность. И мне, это же реальность, если он козел, это реальность. Вот, мы называем это реальностью. И мы говорим, ну я живу в этой реальности, ну это моя реальность. Ну что я могу с этим поделать? Это первый момент. Итак, фиксируем. Когда мы обсуждаем с вами фиговую нашу жизнь, все вот эта вот история, это есть наша реальность, и мы говорим о своей жизни именно так. Второй момент, о котором мы часто говорим. Мы сейчас с вами, давайте, чтобы вам было понятно, мы рассматриваем сейчас с вами в любой из сфер, в данном случае о личной жизни, причину. Причину, почему у нас плохо, я потом это свяжу. Первое, о личной жизни мы говорим всегда плохо. Второе, деньги. Что обычно говорят о деньгах? Не хватает, долги, не могу купить. Не, я поехала бы с тобой отдыхать, но у меня же нету столько денег. Не, ну я бы пошла с тобой в клуб, но я же не такая богатая, как ты. Или, ну а что нам поделать? Не, а ты видела машину, какую она купила? Да нет у нее этой машины. Да она с этим мужиком за бабки, за деньги. Да эта дура насосала. Да, то есть все время, все, что связано с деньгами, когда мы обсуждаем, у нас связано с негативным моментом. Мы осуждаем деньги в целом, осуждаем людей, которые имеют деньги, высмеиваем, обязательно на людей, у которых есть деньги, навешиваем ярлык. Почему он плохой? Он обязательно по какой-то причине плохой. Любовник, нечестно заработал, насосал, что угодно. Мы говорим о деньгах всегда в негативной форме. Ну, большинство людей говорят так. Постоянно. Это дорого. Сколько это стоит? Я что, ненормальный за такие деньги ездить? Все время, все, что связано с материальным, осуждается. Не-не-не, мне попроще. Сколько заплатить? Они что, издеваются в этой школе? Я уже 500 гривен заплатила. Вы что, учитель, издеваетесь вторую цветную бумагу за месяц покупать? Я вам что, миллионер? Все, что связано с деньгами, обсуждается с негативом. Это вторая причина, которая указывает стрелочку, если бы у нас сейчас была доска, на проблемы с деньгами. Свяжем дальше. Дальше. Жалуйтесь на здоровье. Люди обожают жаловаться на здоровье. Ой, как ты себя чувствуешь? Ой, да что-то неважно, голова болит. Ой, да я не знаю, что-то у меня на эту погоду прихрамываю. Ой, не знаю, что-то почка болит, что-то там, наверное, у меня не то. Когда мы хотим проявить к себе внимание своего мужчину, простите, мужчины, я знаю, что вы меня смотрите, я обожаю вас за это, я делаю примеры на женщинах, чтобы было понятно, поскольку я женщина. Когда женщина хочет привлечь внимание мужчины после ссоры или каким-то образом что-то произошло, она говорит, ой-ой-ой, у меня что-то болит вообще, чтобы ее пожалели. У нас идет момент здоровья, мы привыкли, мамы так наши говорили, помните? Я умру, ты так меня расстраиваешь, что я вообще умру. Ой, что-то болит, прихватила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ты все, все бросаешь, быстрее бежит, быстрее, значит, ты начинаешь это решать. У нас тема здоровья обсуждается всегда в негативном ключе. Хвори беднее и больнее, да, как-то там так, это наша любимая история. Не удивляйтесь, что когда вы неосознанно, абсолютно неосознанно жалуетесь на свое здоровье, как дела, ой, да что-то я неважно себя чувствую, ой, да что-то у меня там болит, ой, да я не знаю, у меня есть... Некоторые люди вообще говорят, что у них есть подозрения на рак, на то, что у них язва желудка, они вообще не стесняются об этом говорить. Манипуляции, да, но тем не менее, вы начинаете думать о своем здоровье постоянно в негативной истории и манипулируете этим, помните, как в школе, ой, голова болит, я не могу, отпустите меня с урока, живот болит, на работе так многие люди делают, что-то у них болит, и затем вы эти болезни в себе выращиваете. Но это вторая, третья опасная сторона. Когда вы говорите о своем здоровье, плохо, причем вы это можете делать безобидно и не замечая даже, ой, что-то у меня с глазом не то, ой, да что-то, да я вечно болею, стерто-стерто, да у меня вечно эти проблемы со здоровьем, стерто-стерто, у меня вечно болит эта голова, я не знаю, на такую погоду всегда. А еще хуже, когда нам 25+, и мы начинаем, это возраст, это уже возрастные изменения, это с возрастом у меня стало ухудшаться, моё зрение становится хуже, говорит человек. Это еще очень такая прямая вам дорожка и подсказка, почему вы находитесь на ледяном пути. Гоним? Гоним. Гоним дальше. Следующее. Лицемерие. Следующая причина, по которой вы не можете с ледяной дорожки перейти на красную, это лицемерие. Что такое лицемерие? Слово такое, ох, ну мне понравилось, оно такое, знаете, как ляпость по лицу, такое лицемерие, прости, моя любимая щечка, я тебя не сильно била. Это то, когда вы говорите другим то, что они хотят услышать, даже не так, говорите другим просто не то, что вы думаете, а что-то, чтобы быть хорошим в их глазах, например. Например, вы терпеть не можете какого-то человека, он часами может висеть вам на телефоне или в жизни ныть, рассказывать о своей сложной жизни, а вы, вам будет неудобно ему сказать, что вы не хотите его слушать. Неудобно, неудобно. Это лицемерие, когда вы делаете то, что хотят другие, а не то, что хотите вы. Когда вы вступаете в роль жертвы, вы жалуетесь другим, представляешь, мне позвонила эта курица и три часа сидела на телефоне. Да как ей не стыдно, да она мне рассказывала обо всех своих проблемах, да она, да она, да она. А что ты ей не сказала, что ты не хочешь ее слушать? Почему ты не сказала, Маша, прости, но мне это не интересно? Но она же обидится. Когда ваша мама звонит вам и начинает рассказывать о том, чего вы не хотите знать, не хотите слышать, когда мама рассказывает вам, как жить, залазит в ваши отношения к вашим детям. Она говорит, ну это же мама, и вы позволяете своей маме, которая абсолютно неосознанно, она так привыкла, выливает на вас все. Вы пришли, а мама вас мажет, маме скучно дома, мама так привыкла. У нее так ее мать делала, бабка ваша делала, детка делала, и все подруги так делают. И она вас обмазывает всем, она с любовью это делает. Она это делает не потому, что она вас ненавидит. Она так привыкла, и она вас мажет всем. А вы сидите, страдаете, как будто бы вы маленький ребенок, все это на себя перенимаете, ненавидите, ненавидите себя и ее в этот момент, и считаете, что вы хороший человек. И считаете, что вы хороший человек при этом, потому что вы мать жалеете. Это лицемерие. А потом вы начинаете болеть. А потом вы на этой ледяной горке, вы хотите сами с нее сброситься. Сброситься, потому что только что вы обсудили все говно в личной жизни с вашими подружками, о вашем партнере. Проговорили, почему нету бабла, пожаловались на свою больную голову, потому что она у вас не может быть здоровой. Вам хочется, чтобы вас кто-то пожалел, потому что вас только что мать отымела, подружки отымели, все вас оттрахали, отъебали. И вы сидите и говорите, блядь, я сдохнуть хочу. Стерто-стерто, я не хочу. И говорите, что это, короче, Оля, я не знаю, как перенастроиться на позитивную волну. Я тоже не знаю. И знаете, что самое прикольное? Вы сами это делаете. Вы сами позволяете, вот так становитесь, раздвигаете жопу, ягодицы и позволяете другим, не странным людям вас трахать. Нагло, тупо иметь. И говорите при этом, что вы хороший человек. Вы понимаете? Я хоро... Вы не хороший человек. Вы жертва, которая не любит самого главного человека. СЕ-БЯ. СЕ-БЯ. Потому что все в этой жизни когда-то от вас уйдут по разным причинам. Кто-то умрет, кому-то вы надоедите, кто-то решит с вами поссориться. По-разному жизнь пройдет. Вы один, самый любимый, красивый и дорогой и замечательный останетесь у себя. И не только ваша физическая оболочка. Мы находимся в теле, которое у нас в аренде. У нас есть наше внутреннее, наша душа есть замечательная. Наше вот сознание, наш разум. Понимаете? И вы его просто доводите до безумия. До безумия сами. И не знаете, как из этого вылезти. Поехали дальше. Следующий момент, который является причиной того, что с вами происходит, говнишка, это уверенность в том, что все другие люди, которые есть практически, они все неправы, но их нельзя изменить. И вы одиноки. Вы считаете, что вы живете в мире, в котором вы ничего не можете поменять, в котором вы бессильны. Знаете, как вот тело, когда толстое, человек считает, что он не может ничего с ним сделать. Вы принимаете сторону того, что вы бессильны. Вы говорите, ну люди все дураки, идиоты. Я ничего не могу поменять, поэтому я буду как они. Либо вы начинаетесь как дурак, простите, с этими людьми сражаться, вместо того, чтобы вспомнить очень важную штуку. Это то, на чем я работаю больше всего. Потому что если вы думаете, что тут сидит идеальная женщина, то это практически так. Мы в процессе с этой женщиной, но пока у нас, в общем, пока мы в процессе. Так вот, одним из самых для меня сложных моментов является умение принимать других людей такими, как они есть, и, что важно, находить свое собственное место в отношениях с этим человеком. Я понимаю, что я не могу изменить человека, и не нужно это делать. Он такой, а я такая. Но если нам по каким-то причинам нужно находиться вместе, в каких-то отношениях, рабочих, мне необходимо найти свою позицию по отношению к нему. Давайте очень простой пример. Например, есть Максим и есть я. Мы с ним сотрудники. Например, он мой босс, может быть, может быть, не босс. Ну, короче говоря, мы с ним такие. Я, например, всегда люблю дарить людям подарки, поздравлять их с праздниками. И каждому, кому я дарю подарок, человек радуется, благодарит, и наши отношения от этого становятся лучше. Почему? Потому что мы друг другу нравимся, да, и мы понимаем, вау, мне нравятся люди, которые дарят подарки. У нас налаживаются отношения. Но, например, я дарю Максиму подарки и ожидаю от него, что он будет реагировать так же, как Петя, Вася, Ваня, Сережа. А он не реагирует. И я злюсь от этого. Я думаю, не, ну вообще, ну блин, ну чё, я ж вообще, я дарю ему главное подарок. Я хожу, я его выбираю с любовью, я ему приношу, а он мне ни спасибо, ни до свидания, ничего. Что в данном случае необходимо сделать? Конечно, можно пойти на разборки с Максимом и сказать, Максим, слушай, ты чё, чё ты вообще это, я тебе подарки дарю. Но я могу занять вторую позицию и подумать. Но я дарю подарки, я хочу испытывать от этого удовольствие. Я понимаю, что когда я дарю Максиму подарок, я не испытываю от этого удовольствие. Я просто не буду дарить ему подарок. То есть я не буду ждать от него благодарности больше и злиться, я просто не буду этого делать. И всё. И ничего ровным счётом не меняется, но у меня уходит моё бешенство. Но если ему не надо, и я не получаю от этого того, что хочу, я просто не буду этого делать, и у меня уходит причина для злости. И так с каждым человеком важно выстроить свою какую-то историю. Понять, как тебе нужно с этим человеком общаться для того, чтобы тебе было комфортно и тебя не бесило. Потому что чаще всего мы становимся в позицию, я для него всё, а почему он этого не делает? Мы ждём, что другие люди будут вести себя так, как мы хотим, так, как мы придумали себе. Или как говорим, я бы так никогда не сделал. Вот запомните, как бы сделали вы и как сделал кто-то другой, вот он вообще не должен делать так, как вы. Вот он вообще не должен делать так, как вы. Он делает так, как делает он. Это ответ на вопрос, почему с кем-то мы начинаем дружить, почему с кем-то мы влюбляемся в друг друга, а с кем-то нет. Есть мальчик и есть девочка, но это совершенно не означает, что мы станем друзьями или любовниками, или мужьями, просто потому, что мы противоположных полов. Нет, это вопрос того, что мы сошлись, что наш кубик-рубик скрутился, потому что мы своими реакциями и своими жизненными ценностями, убеждениями, характером, поведением, мы друг другу понравились. Мы друг друга понимаем, нам нравится друг другу делать, неважно, приятно или общаться друг с другом. Мы ведем себя так, как бы мы хотели, вот поэтому этот человек, он ведет себя так же, и поэтому мы с ним дружим, а этот ведет себя по-другому. И не надо злиться, что он себя так не ведет, он другой просто, это как яблочки, понимаете? Это красненькое в эту корзинку, это зелененькое в это, люди тоже яблочки. Это красненький, это зелененький, это желтенький. Не надо брать желтое яблоко и злиться на него, что оно не красное, вы понимаете? Вы понимаете, что злиться на то, что яблоко желтое, это означает, что у вас в головушке бобо, у вас, а не у яблока. Это не яблоко ненормальное, это вы ненормальные, это важно понять. Поэтому, если вы вот находитесь в этом состоянии, постоянно злитесь на других людей, или принимаете позицию того, что ничего в этом мире не измените, вы вынуждены жить так, как вы живете, потому что семья моя так жила, у нас, знаете, все бедные, или у нас все толстые, это из этого рода, у нас все были на, господи, сиськи покажут, а сейчас легко, конечно. Конечно. Откуда эти все люди замечательные приходят? Если уже, видите, сбивают меня очень сильно. Ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Еще одна замечательная категория людей есть, у которой ничего в жизни не меняется, у которой по жизни, которая по жизни находится на ледяной горке, да, возвращаемся к нашей ледяной горке и красной дорожке, это люди, которые думают о том, что им не очень нравится их жизнь. Они говорят, да, я мало зарабатываю, да, отношения у меня херовые, конечно, я бы хотел все изменить, я ему говорю, поднимите руку, кто хотел бы изменить свою жизнь. Этот человек всегда поднимает руку, он всегда хочет изменить свою жизнь, он в первых рядах, он все время хочет ее изменить. Но он ничего для этого не делает, он по-прежнему не готов над собой работать, он особо в этом не разбирается, но он прикрывается замечательной фразой. Когда с ним поговоришь, или он послушает мой эфир, узнавайте себя, он говорит, ой, ну все будет хорошо. Это такая замечательная фраза, я верю, что все будет хорошо. Что для меня, какой это пример, это из серии того, когда вы смотрите на себя в зеркале, так, становитесь, так, начинаете себя просматривать, ага, значит, ножки толстоваты, живот там, бедра, толстовато, буду худеть. Идете в магазин, покупаете торт и начинаете его есть. Едите его, к вам приходит ваш ребенок или ваш мужчина, говорит, или подружка, а что ты торт ешь? Ты говоришь, ты хочешь похудеть-то? Ну да, а торт что ешь? Там нормально, похудею, ничего, пойдет куда надо, в сиськи пусть пойдет, о, в сиськи пусть пойдет, класс, все будет хорошо. Эта история, эта история очень показывает суть нас, когда мы надеемся, что как-то само, само получится, само перестроится, как-то само вот в жизни все наладится, все будет хорошо. Для меня это еще такая приправка, знаете, вот из категории людей, я об этом часто люблю говорить в эфирах, когда ваша подружка или ваша подписчица ко мне относится, пишет какой-то гадкое такое, знаете, язвительный комментарий, а потом говорит, всем добра, то есть это так, знаете, вот пришла, кучку насрала, а потом так салфеточкой закрыла и такая, ой, да нет, я вас очень люблю, нет, ну что вы, вот это наше, наше, вот это все будет хорошо, это наша салфеточка на говно, это когда мы, не желая заняться плотно своей жизнью, проработать и разобраться, почему мы жирные или почему в нашей жизни все не очень сладко, мы поговорили об этом, посмотрели эфир, поняли, что, ёпсель, это же надо что-то делать, это же надо вот это вот она рассказывает, это что-то надо там куда-то идти, проходить, мы так салфеточкой накрыли, да, как с Карлой Тахарой, об этом я подумаю завтра, и говорим, все будет хорошо, да все будет хорошо, да нормально, это как у вас нога отваливается, знаете, а вы говорите, да все будет хорошо, к доктору не пойду, да нормально, ну подумаешь, там пулевое ранение, ничего, нормально, это очень-очень на нас похоже, это еще одна причина, почему вы не можете с ледяной горки перейти на ковровую дорожку. Еще одна причина, она идет как следствие, как продолжение того, что я сказала, это то, когда вы говорите такую фразу, как подождем, я ее слышу очень часто, когда люди находят для себя миллион причин, а мы всегда это можем сделать для того, чтобы отложить на потом, то есть, когда вы понимаете, что это важно, что этим нужно заняться, но вы говорите, ой, сейчас не могу, сейчас нет денег, это вообще любимая причина во многих ситуациях, причем там, где деньги даже не сильно нужны, все равно денег нет, и соответственно, помните, да, вот эта вот вибрация, сейчас мы об этом поговорим, денег нету, следующий момент, ой, я сейчас срочно пошел на курсы какие-то, мне нужно их закончить, школу закончить, образование закончить, сейчас детей мне надо вырастить, сейчас, сейчас, я сейчас только что-то и тогда, и это подождем откладывает изменения любые в вашей жизни навсегда. Я неоднократно говорю о том, что у людей существует такая интересная история, которую я расшифровываю, как нам кажется, что наша жизнь будет вечной. Я помню очень хорошо себя маленькой, когда я смотрела на маму 30-летнюю, и мне казалось, что это никогда со мной не наступит, ну, никогда в жизни моей этого не будет, но 30 лет, это вообще это сколько, если мне 6, это вообще сколько, у меня это не помещалось в голове, это сколько моих жизней еще впереди, у меня 6-летних, чтобы мне было 30. Потом, когда я подошла к цифре 30, я немножко напряглась, я немножко напряглась, потому что я как-то 30 не сильно рассчитывала, ну, как бы не сильно надо рассчитывать. Кто вы там, значит, пидор, зоу, зоу пидор, я вас буду называть, зоу пидор, вам бы мозги не помешалось сделать, вы знаете, мне таких, как вы, даже не жалко. Вот у вас обязательно или нога отлетит, а лучше голова, потому что вам голова не нужна, если вы сидите и все, что можете делать, это писать какие-то гадкие вещи, пойдите подрочите лучше и займитесь каким-нибудь приятным более делом, нежели дрочить мозг мне. Сейчас я вас, зоу пидор, ох, я люблю таких зоу пидоров, они так сразу показывают мне, какие есть обормоты в жизни. Итак, возвращаемся, поэтому история про подождем, история про то, что нужно куда-то, что-то, когда-то отложить, она очень такая опасная. Я вам про ребенка рассказывала, про возраст. Знаете, у меня сейчас такой очень интересный жизненный период, потому что оказалось, вот я правду говорю, оказалось, что у меня уже две взрослые дочери. Для меня сейчас это немножко неожиданно. Алиса, которая вот так вот, которой я вчера в дьюти-фри покупала тушь, косметичку Ланком тушь, значит, там крем и смывку для ресниц. А недавно я ей покупала там игрушки. А сейчас она сказала тушь. И я не могу вообще понять, как это произошло. Я смотрю на длинноногую Алису и понимаю, что у меня скоро начнутся тут, значит, она мне присылает сообщения, скрины, значит, как мальчик ей, там, со школы пишет признание любви, как он скучает и присылает мне, говорит, литой мам, смеюсь весь вечер, я понимаю, на какой уровень мы дальше переходим, я не то, что не готова, я не понимаю, я себя такой помню. Мало того, мне кажется, что я сама еще такая есть, клянусь вам, я люблю, вы видите, я озорная девочка, я люблю тоже там хуйчиками покидаться в эфирчиках. Я озорная девочка, боже, и девочки, которые меня смотрят, подружки моих дочерей, пожалуйста, не ругайтесь матом, это не есть хорошо. Я уже обещала фильтровать базар, господи, фильтровать свою речь, потому что, когда мне девочки, подружки моих дочерей говорят, что они смотрят меня, мне не по себе от этого, мне не по себе от того, что если они так выросли, значит, и я выросла. Так вот, я вам хочу сказать, что время, оказывается, идет, и мы меняемся, и у нас есть и возрастные изменения, и внутренние изменения, разные изменения, и жизнь не вечная, увы, наверное, или к счастью, я не знаю. Я хочу донести вам одно. Не тратьте, мать вашу, ни одного дня, не тратьте его в никуда, не откладывайте свою офигенную жизнь, которая у вас может быть. Ребята, столько всего классного в мире, столько можно посмотреть, столько можно сделать, так можно развиваться. Жизнь – это не история про выживание, про то, как заработать 10 тысяч гривен или 10 тысяч долларов, чтобы на все хватило. Это не про жизнь. Жизнь – это про крылья, жизнь – это про реализацию, жизнь – это про то, когда я люблю, когда я просыпаюсь, когда я знаю, что я нужна, важна, я чего-то хочу, у меня есть цели, желания, у меня есть мой материальный мир и есть нематериальный мир. Жизнь – это гораздо больше. А вы откладываете, вы говорите, сейчас заработаю 100 гривен, и вот тогда начну жить. Нет, это ваш куриный мозг, когда вы говорите себе про сейчас, сейчас это ваш куриный мозг, а он у вас невероятно фантастический, с миллиардами, триллионами, миллиардов клеток, у него потрясающие возможности, а вы его в тюрьму засунули и заставляете зарабатывать 1000 гривен. И шире этого посмотреть не можете, смотрите на мир вот так вот, через милипиздрюлину. Оля, сколько вам лет? Мне 37, да, вроде бы 37 еще. Клянусь, я забываю сейчас вот эту вот цифру, какая она там, это такое дело. Итак, едем дальше. Едем дальше. То есть, когда вы говорите себе подождем, вы на этой ледяной горе по-прежнему висите головой вниз, сами, 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 сами тебя туда засуну. Зачем я вам это все говорю, эти ситуации? Затем, что, когда в вашей жизни есть проблема в одной из сфер, а мы проговорили с вами и здоровье, и деньги, и ваши отношения, и ваша личная реализация, и вы говорите, вот как, у меня сейчас так хреново в отношениях, как мне настроиться? Я не верю в то, что я могу встретить нормального мужчину, и у меня сейчас с этим плохо, или у меня сейчас столько долгов, как я могу думать о жизни своей мечты, о дорогих машинах, о путешествиях, как я это получу? Я в реальности нахожусь, а моя реальность меня давит и топит. Так вот, первое, что вы должны сделать, это вот то, что только что вам рассказала, вам необходимо найти причину. Задайте себе вопрос, если у вас проблема в личной жизни, а что я думаю о своей личной жизни? Если вы меня смотрите, я надеюсь, что вы меня смотрите, а если не смотрите, посмотрите предыдущие эфиры, чтобы мы в эти лекции сильно не уподоблялись. Я занимаюсь тем, что определяю, показываю, демонстрирую связь между нашим мышлением и тем излучением, которое мы создаем, и нашей реальностью. Вкратце, курс за одну минуту. Наши мысли имеют определенную энергетическую вибрацию. Как радиоприемник? Это самый простой пример. Есть радиоволна, которая играет рэпчик, есть радиоволна, которая играет латинскую музыку, есть радиоволна, которая играет поп-музыку и так далее. У каждой радиостанции есть своя история. В зависимости от того, что мы с вами думаем, думаем, мы создаем определенную энергетическую волну, которая подтягивает с реальности к нам, мы как купидоны стреляем, которая подтягивает с реальности к нам ситуации и обстоятельства, которые в точности отображают то, о чем мы думаем. И когда мы с вами не можем понять, как же нам разбогатеть, ведь у нас столько долгов, столько проблем, столько кредитов, господи, как это решить, мы должны спросить себя, а если вот, например, Ермилова предположим права, я вообще что о деньгах думаю, давайте вернемся, нам нужно с вами анамнез провести. И вы себе берете тетрадочку, блокнотик и начинаете выписывать, что вы думаете о деньгах, что вы говорите, что вы чувствуете, когда вы платите деньги, что вы чувствуете, когда вам говорят, что нужно какую-то сумму денег внести, когда вы думаете о своей зарплате, когда вы смотрите на каких-то людей, у которых есть деньги, когда вы думаете о том, чтобы куда-то поехать, что-то иметь, что вы ощущаете. Я вам могу сказать, что в той сфере, у которой у вас есть проблема, вы, делая это упражнение, увидите, я вам очень рекомендую делать его письменно, вы увидите, как много страха, страха, негатива, вот такого сковывающего состояния вы для себя пропишете. Сколько убеждений в том, что невозможно, в отношениях почти все, у кого проблемы с отношениями, уверены, что не могут встретить нормального мужчину, уже не верят, есть страх, есть страх, что недостойная я на меня нормально не посмотрит. И ваши мысли, и вот эта вот ваша внутренняя вся история, которая есть по поводу сферы, в которой у вас есть проблема, а очень часто бывает, что это все сферы, если вы это выпишите, вы увидите очень интересную картину. Вы поймете, что вы, по сути, это как, знаете, когда человек хочет похудеть, ему предлагают ввести пищевой дневник. Человек говорит, я нормально питаюсь, у меня гормональный сбой, наверное, ему говорят, а ты позаписывай, что ты ешь, это первое упражнение любого диетолога. Вы говорите, нет, да я нормально питаюсь, он говорит, вот на тебе задание. И вы начинаете в день каждую крошку, которую вы кладете, каждую конфету, каждый бокал чего-то, вы прописываете. И вы знаете, в этот момент происходит очень серьезное открытие, я просто это знаю сама, потому что я это тоже делала. Ты вдруг начинаешь видеть то, чего ты раньше совершенно не замечал. Тебе кажется всегда, что ты по-другому думаешь, правильно думаешь, правильно питаешься, немного ешь, ты не замечаешь. Но очень важно изначально найти причину. И когда вы начинаете анализировать ту сферу, в которой у вас проблема, что вы о ней думаете, какой у вас есть опыт, чего вы боитесь, вы обнаруживаете, это я вам сразу же скажу, вы обнаружите миллион разных пунктов, где у вас будет всякие но. Что я не верю, что я могу много заработать денег, не верю, что меня возьмут на работу, не верю, что я столько смогу работать, не знаю, хочу ли я этим заниматься, не знаю, хочу ли я вообще заниматься заработком денег, возможно, я вообще не хочу этим заниматься, а просто хочу, чтобы они у меня были, боюсь, что мне на что-то не хватит, боюсь, что если я перестану работать, ваша задача обнаружить, что у вас по этой теме, что там внутри. И еще раз говорю, вы в 100% случаев, если у вас есть проблема, вы в 100% случаев обнаружите огромное, как говорит моя мама, кубло. Вот кубло всяких вот этих убеждений, мыслей и ощущений. И мысль моя заключается в следующем, что для того, чтобы вы сделали хорошо, вы должны изначально полечить эту болезнь. Понимаете, это как история про то, что вы можете истязать себя тренировками, истязать, но если вы не наладите питание, то ничего существенно не изменится. То же самое и здесь, вы можете проговаривать аффирмации, приходить на все возможные марафоны, стараться сильно думать позитивно, но если ваши старые программы продолжают работать, если ваши страхи, ваши блоки, вот неосознанно то, что лежит на уровне подсознания у вас постоянно работает, вы ничего толком не измените. И для того, чтобы мы с вами начали, перейти, шли, да, с нашей ледяной горки на ковровую дорожку, нам необходимо разобраться в причине. Например, давайте, чтобы было более понятно. У вас есть проблема в личной жизни, вы не можете построить нормальные отношения. Причины могут быть разные. Негативный опыт, развод, вам изменяли, у вас были какие-то не те отношения, вам встречались не те партнеры, что-то было не так. Вот что-то было не так. Или это были отношения, в которых там вы были главной, и вы там зарабатывали деньги. Было что-то, что вам не нравится. Вы сформировались. Тут, чем старше, тем действительно сложнее, потому что мы формируемся, да, уже там, например, формируемся уже под себя, ты уже не хочешь под кого-то подстраиваться. А дальше вы пытаетесь построить отношения, но у вас не получается. И вы говорите, ну я пытаюсь, но не получается. И вот когда начинаешь разбирать ситуацию, а что ты думаешь вообще о мужчине? Вот я обычно такие ситуации разбираю с подружкой за вином, да, там, или за бокалом чего-то. И она начинает говорить в какой-то момент, когда расслабляется, да я вообще не верю, вообще не верю, что нормальные мужчины есть. И вообще не верю, что для такой, как я, вот с такой, как я, может кто-то ужиться. В этот момент я, конечно, выкладываю козырь. Я говорю, а со мной ты веришь, что мужчина может жить 13 лет? Она говорит, наверное, со мной тогда тоже кто-то может. Если с тобой, Вернилова, может, то со мной, наверное, тогда тоже. Это мой козырь такой, знаете, припрятанный, вот вам поделилась фишкой. Но на самом деле получается, что у нас есть уже определенные убеждения, и мы говорим, что нет, да я верю, да я знаю, что я своего найду, да все будет хорошо, да, салфеточкой какашки своей накрыли. Но внутри есть козел, ему уже от меня нужны будут только деньги, или я не смогу ужиться с человеком, потому что я не собираюсь подстраиваться под его характер. То есть есть внутренние шипы у каждого по-разному. Если женщина сама уже себя сделала, у нее шипы, у нее уже шипы, потому что я сама себя сделала, мне больше не нужно быть слабой, я ему покажу, мне теперь, я буду, все будет теперь по моим правилам, это уже женщина-босс. Ее сложнее, сложнее вернуть в женщину, в состояние женщины, потому что это строится на обиде, на опыте, на том, что не сложилось и так далее. Так вот, еще раз я хочу вам сказать важную штуку, что для того, чтобы мы могли дальше построить что-то нормальное, нам нужно разобраться. И вот когда мы разбираемся с собой, и я задаю такой вопрос, да, подруге своей, скажи, пожалуйста, вот ты считаешь сейчас, что нету нормальных мужчин, с тобой никто жить не будет, а скажи мне честно, а ты вообще хочешь отношения? Вот честно. Она говорит, вообще хочу. Ты знаешь, Олька, я так устала, мне так хочется, чтобы со мной был нормальный мужчина, мне так хочется к нему на плечик, а мне же не хочется быть все время боссом, мне не хочется все время, мне хочется мужчину, может быть, пусть он даже будет меньше меня зарабатывать, но я отношений, хочу романтики. Я говорю, хорошо, а теперь скажи мне такую штуку, а твоя мысль о том, что таких мужчин нет, она тебе поможет в том, чтобы получить отношения, которые ты хочешь, или нет? Нет, конечно, нет, конечно, не поможет. Я ей говорю, а почему ты говоришь, что ты эгоистка, и что ты хочешь строить те отношения, которые тебе нужны, что ты больше не хочешь быть жертвой, но в данном случае ты не эгоистична, и в данном случае ты говоришь, что таких нету, ты выбираешь то, что тебе не выгодно, а говоришь, что эгоистка. Она говорит, ну да, действительно. А попробуй выбрать то, что тебе выгодно, и сказать, да есть такие мужчины, я хочу найти такого мужчину, я правда хочу найти мужчину вот такого, какого, давай разберемся, какого. Важный следующий пункт – разобраться, чего ты хочешь. Но важно убрать свои собственные шипы и ограничения, что это невозможно. Не тряпочку повесить, все будет хорошо, а поработать с этим. И вам не нужен для этого психолог? Не, вам не нужен, потому что в вашей жизни есть очень много ситуаций разных. Поверьте, чем глубже мы начинаем в себе копать, тем больше мы находим, что у нас по сути в каждой сфере нашей жизни есть какие-то проблемы, мы недорабатываем, у нас есть во всех сферах свои моменты, где мы недостаточно честны с собой, где мы никогда не разговаривали с собой на эту тему, не думали на эту тему. Знаете почему? Потому что нас никто не учил взаимосвязи между тем, как мы себя чувствуем, между тем, что мы думаем, и между тем, что мы получаем. Мы считаем, что мы получаем то, что нам предназначено. Кармой, мамой, миром, президентом. Нет, нет, это неправда. Я из тех людей, которые абсолютно убеждены в том, что мы имеем свой мозг в качестве пульта управления над своей жизнью, что при рождении нам в космосе, во Вселенной, где угодно, выдан пульт, которым мы программируем свою реальность. Просто нам не положили инструкцию по использованию, потому что, скорее всего, считали, что это и так понятно. Ну, считали, что это банально, понятно. Ну, зачем вам мозг дали такой сложный? Ну, для того, чтобы вы создали себе все. И вот, хорошо, вы пишете, хочу встретить мужчину, но я их всех ненавижу. Вот поэтому вы его и не встретите. Поэтому вам и нужно провести работу над собой. Работу над собой, ее необходимо проводить. И это касается любой сферы. Вы должны понять, что изначально, если нет денег, бесполезно все время думать о том, где их взять. Потому что, когда вы думаете о деньгах, где их взять, вы находитесь в состоянии стресса. У меня есть прекрасный курс по этому поводу. Называется он «Марафон. Денежный портал». Его проходят только участники марафона «Рерайтер жизни» могут проходить. И у него очень такая серьезная роль идет проработка полностью всех денежных программ. Это очень сложная наша история. Ну, так вот вам таких небольших несколько мыслей накидаю на эту тему. Что, когда вы испытываете эмоцию, например, по отношению к деньгам, как страх, стресс, негатив, вот постоянная паника, ваше подсознание и наше подсознание устроены таким образом, что оно старается не дать нам все, как бы оградить нашу жизнь от всего, что вызывает у нас стресс. А деньги чаще всего вызывают у людей стресс, неудовольствие. Мало я знаю людей, которые платят счета с удовольствием. Вот я человек, который платит с удовольствием и платит в рядах первых. Вот есть обязательные платежи, например, я всегда плачу первое. И очень важно, чтобы с деньгами был связан процесс удовольствия, кайфа. Но, конечно, когда у вас долги, кредиты, чаще всего вы думаете о том, как их отдать. И очень сильно стрессируете. И так получается, что притягивается еще больше ситуация и обстоятельств, где деньги снова нужны. Помните такие вещи? Когда вы стрессируете, вам и так не хватает, а что-то происходит опять, и вам опять нужны деньги. И вы ничего не можете понять. Вы только вроде бы заработали, думали, что сейчас, и что-то происходит, куда опять нужны деньги. То есть вот это вы притягиваете. И важно понять, до тех пор, пока мы не понимаем вот эту причинно-следственную связку, мы считаем, что нам сейчас нужно решить проблемы с деньгами. Мы говорим, у меня проблемы с деньгами, я не могу быть сейчас богатым, разбогатеть, мне нужно решить проблему. И чем больше вы думаете о деньгах, как о проблеме, чем больше вы все время на эту тему вот эмоционизируете, тем больше этих проблем вы притягиваете. И по сути, что нужно сделать по-правильному? По-правильному нужно оставить проблему и перевернуть ее. Посмотреть, например, не на тему того, что мне нужно закрыть долг, а на тему того, что я хочу заработать какую-то сумму денег. То есть начать думать не о долге, а о том, что вам нужно заработать. Но очень важно поменять эмоциональную составляющую. Из позиции стресса перейти в позицию удовольствия. И это можно сделать только при одном случае, когда вы понимаете эту причинно-следственную связь. Когда вы не говорите, а как это сделать, а когда вы очень четко, вот я вам сегодня даю информацию, когда эта информация становится больше и больше, у вас начинают появляться, вы практикуете маленькие успехи, вы начинаете видеть взаимосвязь, вы начинаете видеть, как ваше состояние очень быстро отражается на реальности. И тогда вы превращаетесь в эгоиста. И тогда вы думаете в какой-то любой ситуации, которая происходит, когда вы говорите, например, «Ой, что-то я себе плохо!» А потом вы думаете, «Ёп, что я только что сказал!» И вы говорите, «Я прекрасно себя чувствую, замечательно себя чувствую». Вы начинаете контролировать свои мысли, потому что вы начинаете понимать, как то, о чем вы думаете и что вы произносите, влияет на вашу реальность. И когда эта связь установлена, это означает, что вы свою голову, пульт взяли в руки. И вы сейчас не человек, который сидит, а у вас этот джойстик постоянно, только им управляет кто-то другой. Вы дали пульт управления от себя своему бессознательному. Просто кто-то играет вот так в пинг-понг. Вы просто смотрели мультик про… забыла, как он называется, когда показывали, как у нас там наши все системы сидят у нас в голове и управляют человеком. Вот вы просто дали каким-то ребяткам, которые вами управляют. Когда вы начинаете ловить эту взаимосвязь, это означает, что вы взяли пульт в свои руки. И тогда вы начинаете шаг за шагом, если вы в этой теме начинаете ежедневно практиковаться, это то, почему каждый день я делаю ментальные практики и буду делать их до конца своих дней, потому что это то, что помогает мне научиться управлять собой, своей реальностью. Потому что сейчас я знаю, что мое наличие благополучия на данный момент, моего здоровья, моих денег, которые ко мне приходят каждый день, моего развития, моего состояния, моих отношений – это история не про звезды. Это история про то, что я делаю каждый день, как я себя каждый день настраиваю. И мой день начинается с настройки моего инструмента, моего мозга. И я не позволяю своему мозгу перенастраиваться на волну бедности, страха и прочих вещей. И если у меня какие-то появляются мысли, страхи, я их достаю, знаете, как машинка забарахлила, я достаю и начинаю чистить, начинаю разговаривать, почему это произошло, что на меня повлияло, почему я так отреагировала, что, в чем истинная причина сейчас того, что я себя так повела, где на самом деле сбой. Иногда оказывается очень интересная вещь, что, например, я просто устала. И есть такая штука, что когда мы устаем, у нас идет сбой программ, мы становимся просто более раздражительными, более какими-то, просто потому что мы устали. Это как в машине, не обязательно, если машина загудела, нужно менять весь двигатель. Иногда просто масло долить нужно. Вот, собственно, и все. Это очень и очень серьезный и важный момент. И я, конечно же, работаю над этим сейчас уже год, я работаю каждый день, я занимаюсь практиками каждый день, я вела марафон Рерайтер жизни на протяжении года без перерыва, каждый месяц. И сейчас я переделываю свой марафон, практически уже завершила это делать, у меня остались только новые медитации, которые мне нужно дозаписать. И в апреле, 1 апреля, стартует мой обновленный марафон Рерайтер жизни, задача которого и заключается в том, чтобы, первое, научить вас и объяснить вам, как устроен наш разум и как с помощью достаточно несложных упражнений вы можете научить его управлять своей реальностью. и мы создаем и пишем план своей жизни. То есть мы отвечаем себе на вопросы того, какую жизнь мы хотим видеть у себя, потому что в большинстве своем человек никогда об этом не задумывается и в деталях не понимает, а каким бы человеком он хотел быть, а как он видит свою жизнь в идеале. Представьте себе, что вам нужно построить дом и вы решаете, что сейчас вы возьмете кирпичи и будете его строить. Или бетон, или плиты. Ну, уже все прекрасно понимаем, что раз уж мы хотим построить классный дом, нам нужно заказать проект, найти картинку, заказать проект, подставить его под этот участок. Мы уже, никого не удивляет, визуализация, план и понимание того, что мы строим. Жизнь точно так же. Перед тем, как построить свою жизнь, нужно понять, а что вы хотите строить. У нас всю жизнь так получается, нас так воспитали, как-нибудь получится. Вот как, если на пятерке будешь учиться, то тогда поступишь в хороший вуз. На право пойдешь, на лево пойдешь? Нет, можно просто придумать. Можно просто придумать. Отвечая на ваши вопросы по марафону. Марафон проходит в течение месяца, он проходит онлайн. То есть люди находятся с очень разных стран, в разных часовых поясах, большие группы, он проходит онлайн. Каждый день вам приходят уроки. У нас сейчас на данный момент более 30 уроков по управлению силами разума. Они приходят каждый абсолютно день. Это урок, в котором я раскрываю определенную тему, в некоторых даю определенные техники, которые помогают вам начать взаимодействовать с реальностью и на практике делать то, о чем я рассказываю. И второй момент, это раз в два дня вы получаете главу книги. Мы пишем книгу в своей жизни. Вы получаете главу. В нее включается задание, в котором я рассказываю о том, о чем это будет глава, что нужно написать, как написать. Есть конспект. В конспекте еще раз рассказаны ключевые пункты и даны чек-листы, благодаря которым вам будет удобнее писать вашу книгу. Вы будете знать, что нужно описывать. И дана медитация. Медитация позволит вам визуализировать то, что вы будете писать, и помочь вам увидеть те образы и картинки, которые бы вы хотели в своей жизни получить. Таким образом построен марафон. У нас еще есть дополнительные, после этих 30 дней, еще есть дополнительных несколько уроков. На самом деле, очень много информации, но я сейчас постаралась подать ее максимально структурированной, интересно, насыщенной, для того, чтобы для вас это было, не знаете, не как в школе, а все-таки максимально познавательно и эффективно. Плюс у нас есть чат, в котором находятся все участники, в котором мы работаем, в котором у вас есть всегда доступ ко мне, я всегда нахожусь с вами. Это очень важный момент, которого практически не бывает, когда такие большие группы, как у меня. Я нахожусь в прямом доступе, мне можно написать в личку, такое бывает, потому что бывают какие-то личные ситуации, вопросы, и я каждый день нахожусь в чате, даю обратную связь, даю какие-то дополнительные вещи, то есть мы с вами очень плотненько и классно работаем. За месяц происходят чудеса по изменению вашего мышления. Это я уже могу вам гарантировать. Очень сильно меняются люди, очень сильно. И если у вас есть такая цель измениться, то вы сто процентов получите эти изменения, потому что невозможно не поменяться. Вы попадаете в среду, которая вас меняет. Значит, вижу, что что-то пишете, я посмотрю на вопросы. Участие в марафоне сейчас в апрельском стоит 100 долларов в базовой версии. Есть несколько версий, там количество, скажем так, вся базовая информация, она есть. Просто есть момент по доступу, по количеству дней и так далее. У меня есть ссылки, в профиле ссылка на рерайтер жизни, можно даже просто загуглить рерайтер жизни, и вы можете зайти и посмотреть все варианты, которые есть. Я вам могу сказать одно, что самое дурацкое, что вы можете делать, это откладывать изменения своей жизни на потом. Для меня самым фантастическим вообще в той теме, которой я сейчас занимаюсь, стало то, что раньше я думала, что для того, чтобы изменить свою жизнь, мне необходимо идти в реальность. И для меня это всегда было самое страшное. Идти в реальную жизнь, знакомиться с какими-то новыми людьми, быть инициатором каких-то вот вещей. Каждый раз у меня был такой опыт, что когда ты к кому-то обращаешься, все как будто бы от тебя отворачиваются, знаете, вот как будто бы никому не надо. Если вы в бизнесе находитесь, то вы знаете, что когда вы предлагаете партнерство, люди морозятся. Рерайтер и то, чем я занимаюсь, ментальные практики сделали удивительную вещь. Они научили меня, как делать так, чтобы люди сами меня находили, чтобы люди сами ко мне обращались, и чтобы все ситуации, обстоятельства, которые я хочу, чтобы были в моей жизни, притягивались ко мне, благодаря тем практикам, которые я делаю. И теперь, когда мне нужно что-то получить в жизни, я знаю, что прежде всего я начинаю работать здесь. И затем абсолютно волшебным образом эти ситуации, люди, обстоятельства приходят в мою жизнь. И это самое потрясающее, об этом могут сказать и выпускники моего рерайтера. Поэтому, как я люблю часто повторять, рано или поздно вы все равно придете на рерайтер, потому что рано или поздно все равно что-то в жизни произойдет, когда вы станете перед точкой невозврата в контексте того, что вам сильно захочется, чтобы ваша жизнь была другой. Я могу вам сказать, что нет в жизни ничего невозможного, и это не просто красивая фраза. И что то, что сегодня есть у вас, то, что вы сегодня имеете, я неоднократно повторяла и буду повторять, это показатель вашего внутреннего уровня, на котором вы сейчас находитесь. Человек меняет за жизнь свои уровни очень сильно, и он может как от успешного, богатого и преуспевающего человека превратиться в бедного, так и наоборот. И все это происходит молниеносно. У автора книги Наполеона Хилла «Дума и богатей» есть замечательная фраза, дословно не помню, но смысл в том, что когда я разбогател, это произошло так быстро, что я даже не понял, где эти деньги были раньше. И я вам хочу сказать, что в жизни так и происходит, что когда ваша жизнь начинает меняться, вы не можете понять, как раньше было по-другому, как раньше вы себя ограничивали в чем-то, как раньше вы не могли себе это позволить. Жизнь настолько прекрасна, и она настолько изобильна, и быть богатым человеком, успешным человеком, человеком, который может позволить развиваться себе, своим детям, путешествовать, жить, радоваться, настолько круто, ребята, это сильно круче, чем быть обычным человеком, который борется за выживание. Я это сегодня точно знаю. Поэтому я продолжаю приглашать людей в свою жизнь, в жизни своего рерайтера, которые готовы к этим изменениям, которые хотят получить эти изменения. И я обещаю, что каждый, у кого есть такое желание, непременно это получит. Каким образом может помочь рерайтер, если я уже не... В данном случае речь идет не о жилье, о варианте. В данном случае идет о том, чтобы вы изменились настолько, чтобы были в состоянии притянуть к себе другую, новую жизнь. Вы должны понимать, что та жизнь, которая вам дается и в материальном плане, и в личном плане, это та жизнь, которой вы сегодня соответствуете. Вопрос не в дизайне интерьера, в том, какой вы хотите себе дом. Новый рерайтер очень сильно отличается тем, что если в первом рерайтере мы много работали над материальным миром, то в этом рерайтере мы много работаем над внутренним, над собой, над тем, какими мы хотим стать. Вы должны осознавать, что человек, имеющий определенный достаток и определенный уровень жизни, это еще и человек с определенным внутренним миром, тот, который в состоянии и готов этот мир принять. Когда многие женщины говорят о том, что я хочу встретить своего идеального мужчину, я им отвечаю, что своего идеального они уже встретили. И сегодня их идеальный он таков. Сегодня их идеальный мужчина таков. И для того, чтобы найти другого, тебе самой нужно измениться. Еще раз, жизнь является зеркальным отражением. И если вы сегодня бедны, если вы сегодня больны, если вы сегодня живете в тех отношениях, в которых вы живете, это значит, что сегодня это ваша энергия, это сегодня ваш максимум. Вы всегда живете на своем максимуме. Понимаете? Вот о чем вы должны знать и что вы должны понимать. То есть, вы всегда являетесь, это ваш внутренний экран, вы как проектор. Вы просто являетесь, по сути, проектором. Поэтому, чтобы изменить картинку, нужно изменить фильм. И история это не про дом или про машину. Я хочу, чтобы вы это осознавали. Это то, например, почему я сейчас не тороплюсь себе покупать новую машину. Потому что, я, например, поставила себе другую цель. Не купить просто новую машину, а заработать, выйти на сумму ежемесячную прибыли, такую, сколько стоит одна машина. Я хочу изменить себя до этого уровня. Это гораздо интереснее, чем просто материально дошкрябаться. Я понимаю, что, когда я стану той Олей, которая в состоянии за месяц делать такую сумму денег, я стану другой Олей. Я очень сильно внутренне поменяюсь. Для меня это гораздо сегодня интереснее, чем взять машину. Ее можно взять в лизинг, в фигизинг. Я достаточно неплохо зарабатываю для того, чтобы вступить в отношения с дорогим автомобилем. Но меняешься, ценность твоя меняется. Ты понимаешь, что дело уже не в этом. Так, я правильно понимаю, что с мухты пусаты книгу, я повинна уже знать конкретно, чего хочу. Нет. Неправда. Неправильно, вы понимаете. Чтобы знать, чего вы хотите, вы должны с этим поработать и открыть себя. И мы этим занимаемся на рерайтере жизни. Практически никто не знает, чего он хочет. Большинство знает только какими-то отрывками. И моя задача с помощью моих практик, с помощью моих уроков, с помощью моих медитаций помочь вам себя понять и начать эту тему копать. Вот, собственно, и все. По поводу того, что, да, вот вы пишете, рерайтер меняет мышление. Да, рерайтер имеет такую интересную штуку. Он на каждого оказывает свое влияние. Вы должны понимать, что у каждого, вот почему некоторые люди проходят рерайтер неоднократно. Потому что мы с вами находимся все время на разных этапах внутреннего своего развития. И если вы когда-то практиковали, что один и тот же фильм или одно и то же упражнение или что-то одно и то же в разные периоды времени производило на вас совершенно иное впечатление. И вы понимали, или книгу читали, и потом перечитывали ее спустя время и вы ее читали как будто бы в первый раз. Вы вообще другое в ней видели. Вот, собственно, рерайтер, он про это. Он помогает вам на разных уровнях своих найти то, что вам сейчас необходимо. У каждого из нас свои ступени развития. Поэтому он универсален тем, что вы можете проходить его и как будучи уже очень осознанным человеком, так и совершая еще первые шаги и не до конца понимая, что происходит. В этом его особенность уникальность и я сама не до конца понимаю, как это происходит в контексте того, почему он так по-разному влияет на людей. Но это, знаете, как вот красный. Красную краску вы будете опускать в синий цвет или в желтый цвет или в белый цвет. Вы опускаете красный, у вас красный. Но стаканчики разные, так и вы. Вы абсолютно разные. И я, опуская вас в рерайтер, у каждого происходит своя химическая реакция. И каждый прежде всего находит, решает или наоборот поднимаются те проблемы, которые на сегодняшний день являются наиболее актуальными. В этом и есть фишка, главное. Поэтому однозначно каждый, кто туда придет, ему будет очень интересно. Я благодарна вам за эфир, который пошел уже на второй час, по-моему, достаточно активно. Я не хочу делать его бесконечным, потому что знаю, что люди все-таки просят, Оля, не надо этого делать. Поэтому я очень надеюсь, что вам сегодня было полезно и интересно. И очень прошу людей, которым эфир понравился, и кто хочет, чтобы я регулярно это делала, оставить свой комментарий после завершения трансляции. Я сохраню, конечно же, трансляцию. Спасибо вам огромное. Жду вас на рерайтере. Вся информация есть у меня по ссылке в профиле, либо вы можете написать мне в директ, если совсем не можете найти. И непременно знайте, что есть такой инструмент, который поможет вам в вашей жизни получить все. Это ваш мозг. И если вы хотите научиться применять, узнать, как это работает, получить самую простую и быструю инструкцию, рерайтер – это то, что вам нужно. Всем большое спасибо. Пока.